Сначала мы можем где две тройки раздавать вот эту пачку. Здесь мы вот так сделать не можем, потому что это некуда идти. Здесь точно идет вот так. Да, понятно. Здесь продолжение. Молодец. Так, это идет продолжение сюда. Здесь двойку у нас. Здесь мы не проявим, а что здесь идет. И вот эти две надо нарисовать. Поскольку тройка, это либо вот так будет, либо вот так. Здесь тройка. Тоже убирать сюда не может, так что мы вот так нарисуем. Там вверху есть тройка в правом углу, в верхнем. Здесь единица стоит. Значит, мы вот так продолжить две эти линии не можем. Значит, они вместе. Очень хорошо. Здесь ничего нет. Вот здесь тоже. Только в левом нижнем углу лучше рассмотреть, чем в правом углу. Нижний угол, тройка это. Вы уже знаете, что к ней нельзя подойти сверху? Да. Да. А, да. А, да. Так что будет только вот так. Так. Возьмите вот так. А вот там, смотрите, нижний кусок, левый, и верхний кусок. Возле тройки должны соединиться где-то. Они как-то должны соединяться. Да. Слайка может только вот так. Вот именно. Уже получился один длинный кусок. Да. Тереверный третий крыльев. Неизвестно какую сторону. Вот сюда у нас идти не может быть. Почему? Потому что если сюда пойдем, потом сюда, потом сюда придется. И надо как-то тройку нарисовать. Нет, непонятно. Нет, нет, нет. Я не понимаю. Слишком долгий расчет и непонятно. И вот эта вот вертикальная линия, непонятно, почему ее провели. Потому что это нам доказательство. Это вот посмотреть на правую верхнюю тройку, мне кажется, полезно. Нет, ну, вот здесь крестик не может быть. Потому что у нас тогда идет вот так, и у этой тройки уже три границы. Ну, как бы. Крестик-то может быть. Только непонятно. По крайней мере, снаружи тройку обойти надо. Правильно? Да. То есть двери не можем нарисовать. Ну, а дальше, наверное, действительно стоит осмотреть две возможности. Хотя, может быть, есть и короткий путь. Нет, вот так вот идти не может. Потому что у тройки будет три границы. Так что, может, и вот так и может идти. Не, не, секунду. Вы пытаетесь считать нас слишком много. Я не успею. У меня будет что-нибудь попроще какие-то соображения, попонятнее. Кто-то умеет объяснить. Мы дошли до этого места очень даже быстро и замечательно. А вот перезастряли. Если мы сейчас здесь линию поставим, то у нас пойдет от этой линии либо здесь наверх и тут три. Нет, а если вниз? Опять ли? Да. Вот так и вниз. Почему нет? Потому что это верхние двоечки будет. Рано, если не посмотрели, этот контур уже замкнется. А, да, ему подсомкнуть не некуда. На самом деле есть более сложные соображения. Я могу сейчас вам рассказать. На самом деле, вот там задачи с двоечками просто не было. На самом деле, двоек тоже более интересная штука. Вот мы здесь к двойке подошли с правого нижнего угла. Как бы мы ни обходили, мы должны были выйти из левого верхнего рано или поздно. То есть мы можем обойти вот так, можем обойти вот так. Но мы из левого верхнего выйдем. Даже если будут два отдельных куска, то все равно вот в левом верхнем углу из двойки будет выход. Совершенно верно. А выход в эту сторону быть не может, потому что здесь уже у нас есть. Здесь крестики, да, у нас стоят. То есть выход нужно только сюда. А, то есть вот этот отрезок обязательно есть? Да, вот этот отрезок обязательно есть. Потому что мы из двойки раз пошли с правого нижнего, мы должны быть из левого верхнего. Куда-сюда. Ну а уже имея отрезок, дальше уже гораздо проще все нарисовать. Нет, пока еще не сделали. Пока только нет отрезков, пока пока еще у нас нет отрезка. Мы на себя только не протекаем. Ну вот сейчас, тут можно смотреть тройку два раза, если мы тройку замкнем вот так вот, вот здесь вот, то что надо будет вот с тем хвостиком, который слева остался? Нет, я не знаю, только который направо загнулся. Ну тут, на самом деле, вот к этому квадрату приходят три хвоста сейчас у нас. Да. Хвостыня соединяется парами. Значит один из хвостов должен из квадрата уйти. Должен. Вот этот уйти из квадрата не может, потому что здесь тупик. Этот тоже уйти не может из квадрата. Он пришел сюда. Значит уйти из квадрата может только вот этот хвост. Ну вот тут такие довольно сложные соображения. Тем не менее, Алена, ты понимаешь что-нибудь насчет уйти из квадрата? Не поняла. Да. Ну, внятно объясни то, что сейчас сказали. Про хвосты, про хвосты. Здесь два хвоста забора. Да. А здесь только один есть выход. Да. То есть может только одна выйти. Допустим, что у нас вот эта двойка должна вот здесь выйти. Если у нас двойка выходит, то тройке уже некуда идти. Некуда. Значит выходит не двойка, а тройка выходит сюда. Понятно? Понятно. И тройка выходит. Теперь можно поставить крестик. Да. Можно поставить крестик. Здесь идет вот так. Здесь идет выход. И так. Все. Решили задачу? Да. Это соображение, которое у нас здесь было. Оно на самом деле будет весьма полезным. Другие становились на такой ситуации. У нас есть несколько линий. Сейчас мы здесь нарисовали отрезочек здесь, здесь, здесь. И не знаем, как их соединить. Вот давайте рассмотрим вот эту часть нашей головоломки. Весь квадратик со всеми его вершинами. В эту область у нас куклы уже часто ли не нарисованы. Ходит один и элемент забора. Ходит второй и элемент забора. Ходит трения трения забора. Ну. Так, вот область замкнутая, то в нее количество входов должно быть четным. To есть. Мы должны сколько раз вошли 100 раз и вывесли. Значит, из этой области надо где-то выйти. Неа можно из этой области выйти? Так. В эту, в эту сторону выйти нельзя. Здесь у нас уже крестик. В эту сторону выйти тоже нельзя, тоже крестик. Да. Значит, выйти из области может только вот по этой линии Это единственное линии, по которому можно выйти из области Отлично Вот, нарисовав здесь, дальше уже понятно Здесь у нас крестик, здесь крестик, здесь крестик Ну и дальше все дорисовывается окончательно Зачастую такая область, которую мы можем рассматривать Будет больше, и зато вы клеточке стоять А там, ну, мы можем как угодно ее расположить Ну, и мы можем заметить, что выход только один из области Ну или, то есть, оставшийся А им должно быть четкое количество Субтитры сделал DimaTorzok